Вот это место, оно как раз говорит о том, где восседает Отец и где восседает Иисус у престола. Так вот, это престол, пламя огня, мощный источник огня, пламени, так что оттуда даже река огненная вытекает. Теперь Откровение, первая глава, мы это уже пару раз читали, еще читаем, я верю, что оно открывает нам дальше. Откровение 1 с 13 стиха, здесь Иоанн, будучи на острове, где его хотели убить, он получил видение от Бога, то есть это опять взгляд в вечность, взгляд в вечную жизнь, взгляд туда, где на небесах. Читаем. Посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, обличенного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. И мitten unter den sieben лёжчан, один, der einen Сон des Меншен, глух, bekлеидет, mit einem Gewанн, das bis zu den Füßen reichte, und um die Бруст гютете, er mit goldenen Гюртел. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобных Алкаливану, как раскалённые печи, и голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице своей семь звёзд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мёртвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. И живой, 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 живой. И был мёртв, и я жив во веки, веков, аминь. И имею ключи Ада и смерти, добавок ко всему. То есть из Текста понятно, что это Иисус. Он был мёртв, он теперь жив, воскрес, он воскрес на веки, больше не умирает. Он есть первый и последний. И вот он, сидя на престоле, одеструю Отца, точно так же излучает божественный свет, который связан с огнём. Я всегда говорю, у него там нет лампочек. У него нет там электрического света. У него огонь. Он есть огонь. Он к Моисею не пришёл с фонариком. Он в огне пришёл. Огонь там, очень мощный, неприступный написанно. Никто не может туда пристать. Это всё очень серьёзно. Но что это за огонь? Что это такое? Что это за река? Давайте откроем песню Песней, восьмую главу. Песня Песней, восьмую главу. Песня Песней, восьмую главу. И шестой, седьмой стих прочитаем. Сексте и седьмой главу. Песня Песней, это пророческое послание. Это символические такие прообразные откровения. О церкви и Христа. Там идёт речь о любви. Любовь между невестой и женихом. Это конкретный прообраз церкви и Христа. Там очень много откровений, очень много параллелей, которые мы видим, что уже исполнилось, что ещё должно исполниться. И вот здесь невеста говорит к своему жениху. Положи меня, как печать на сердце твоё. Как перстень на руку твою. То есть это прообраз завета. Завет. Аббилдь von einem бюндис. Бюндис. Бунт. Кольцо на пальце. Это завет. Это обещание друг к другу. Это обещание. Это обещание друг к другу. Помните, вы можете помнить, мою пару воскресенья назад. Сила завета. Крафт из Бунта. Никто не может теперь это отменить. Я обещал. Я буду верен. И вся моя задача это оставаться верным этому завету. Не отступить. Не уйти в Блуд. Не отступить. Поэтому в дела плоти, когда в Колоссяна мы читаем, первое, что говорится, это Блуд. Это неверность. Это не перестать. Блуд. Узыпать с кем-то. Блуд. Это быть неверным. Узыпать с кем-то. Это не может быть утрой. Сделать. Сделать и проигнорировать. Это Блуд. Это кайца нужно. Для чего нужно будет. Иначе не будет освобождения. Освобождение приходит через покаяние. И гордыня, она удерживает людей. Человек оступился, согрешил, и ему теперь нужно прощение. Ему нужно освобождение. Грех будет на нем до тех пор, пока он не будет освобождение. Но гордость, нет, как ты пойдешь просить прощение? Нет, это блокаде. И Бог хочет забрать грех. А покаяние нет. Как вы приняли Христа? Так в нем и ходите. Как мы приняли Христа? Как мы приняли Христа? А так и ходите в нем? Я начинаю над этим размышлять. Как я его принял? Как я его принял? Я сокрушился. Я пришел в церковь, когда начали проповедовать о тех вещах, которые я делал. Я упал на колени. Я выбежал вперед. Вперед всех. И просил, Господи, прости меня, я грешник. Я накосячил. Я сделал все, что не надо было делать. Вот так я принял Христа. Вот только в таком состоянии он пришел в мое сердце, простил мне мои грехи и дал мне новую жизнь. И он говорит, так и ходите в нем. Как ходить в нем? Так что если ты согрешил, то иди и кайся. Иди, проси прощения. То покаяние первое, оно не автоматическое прощение всех твоих грехов на всю твою жизнь. Да, он простил нам все грехи, будущие, которые мы сделаем. Но только в том случае, если я попрошу прощения, там, где нет прощения, там нет освобождения греха. Да, existет auch keine Бефраивание der Сünde. Поэтому Блуд это неверность. И вот она говорит, и она говорит, и говорит, Христу, положи меня на сердце твоё. Леги меня на сердце твоё. Я хочу быть настолько близко к тебе. Я хочу быть в твоём сердце. Я хочу быть это мое желание, быть близко к тебе. как Кольцо, пусть это всегда будет нам напоминать, потому что мы с тобой не забейте, что я буду хранить себя для тебя, я не буду блудницей, я буду верной невестой, я буду трое Брауцей, которая на ее брютикан варит. И дальше она говорит, и дальше она говорит, «Любовь сильна, как смерть, как смерть». Вы понимаете, что большей силы на земле, чем смерть, нет. Я имею в виду по человечеству, без Бога, от смерти, никто никогда не уходил. Ни один человек, это самая большая Сила, которая в руках Дьявола, которая в руках Дьявола. А Бог теперь говорит, и Бог говорит, у меня ключ от смерти, от смерти, от Ада, и от Ада. Знаешь, как этот ключ называется? Weißt ты, как этот ключ? Любовь. Любовь. Иисус. Иисус. Бог есть Любовь. Бог есть Любовь. Поэтому Любовь сильнее смерти. Потому что сам Бог есть Любовь. Потому что сам Бог есть Любовь. Но мне нужно это понять. Мне нужно к этой Любви прикоснуться. Мне нужно ее познать. Это не та Любовь, которая меня научила, когда я что-то не правильно сделал. Ир. Это не та Любовь. Это не та любовь. И Ефер, как преисподня, Ревность. Вот это он ревнует. Без за Ифа любит нас Галститс. Стрелы ее Стрелы огненные Тут начался уже Огонь. Ирия Глуд Она Это любовь Она Это любовь Это пламень Весьма сильная Весьма сильная Весьма сильная Весьма сильная Вот он престол Мы имеем теперь Дирзновение Приступить к престолу Стром Дождь Де Д Vilня И там Это огонь Это река Это река Весьма Эта Сила, которая сильнее Смерти, которая махтволее ist als der Тод. Кому нужна такая Сила? Богу или нам? Он есть им жизнь. Над ним Смерть точно не имеет Власти. Ибо им от Тодд definitив не имеет Власть. Для кого это Любовь? Знаете, почему Он говорит о смерти? Потому что в этом заключено все. Все дьявольское Система, все дьявольское оружие, имеет свою конечную Цель, которое называется Смерть. Чтобы нам победить Смерть, нам нужна Любовь. Он не зря это здесь так берет. Я на Крест не пойду, если я не пойму, что, идя на Крест, я переживу Божественную Любовь. Идя на Крест, я пойму, что Смерть не имеет надо мной там Власти. Вот что такое Любовь, освобождающая от Смерти, которая от Смерти, смерт, она имеет начало. Она имеет начало в болезни, она имеет начало в нужде, она имеет начало в голоде, она имеет начало в насилии, она имеет начало в злости, но все это в своей конечной цели, которую преследует дьявол, он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Вот его цель. И чтобы мне не быть пораженным страхом, страхом. Вы понимаете, что весь мир мучается страхи смерти. Так написано в Библии, поэтому я так говорю. Я не говорю, потому что я со всеми там поговорил и спросил, боишься умереть? Да, боятся. Спроси хоть кого, все боятся. И все равно все умрут. Все равно все умрут. Нет ни одного. Единственный шанс, единственный путь, это Иисус. В нем моя жизнь. Это и есть жизнь вечная. Познавать небесного Отца. Познавать того, кто сидит на престоле. Познавать его принципы. Познавать его силу. Познавать его силу. Не, ну нам же некогда. У нас тут дела. У меня тоже дела. Я знаю, как это все работает. Я так же с вами борюсь. Ну не с вами, а я имею в виду вместе с вами в одной лодке против Бури. Дел. У меня так же здесь война. За время. За Жертвенность. За финансы. Vielleicht sogar немного stärker als eure. Дел. Немного. 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 Размышлять о небесном не так просто. Когда мы начинаем это делать, вся наша плотская Натура начинает противиться. Все внутри нас начинает подниматься. Все внутри нас начинает говорить другие вещи, напоминать нам, что нам нужно сделать, что мы еще не сделали, что у нас болит, что у нас нет, кто что сделал. Это следующий уровень. Начали о себе, потом от себя оторвался, читаешь Библию. О, это этому сейчас, смотри, точно, вот он так делал. Я раньше тоже туда попадал, в эти Ловушки. Это все дьявольские Ловушки. Это все только, чтобы тебя отвлечь от самого тебя и Бога. Свести твой взгляд и твое внимание на кого-то другого. Поэтому не попадайся туда. Когда тебе такие мысли начинают приходить, отвергай их, возвращайся обратно. Написано, вникай в себя и в учение. Таким образом обретешь спасение сам и другим поможешь спастись. Поэтому, когда ты начинаешь размышлять о престоле, начинаешь размышлять о Божьем огне, начинаешь просить Бога, поведи меня туда, покажи мне это, дай мне это пережить, дай мне это прочувствовать, дай мне откровение, дьявол начинает закидывать камнями. И он начинает закидывать, а какой огонь. А что, это такое? Какое любовь. Что ты тут придумал? Что ты тут придумал? Что ты тут придумал? Расслайся. 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 Иди сюда, жарить картошку, пожарить, помешать, и все нормально будет. Браткартофель, лисм, и пасшет. И вся любовь, как у нас говорили. И вся любовь. И вся любовь. Я люблю картошку жареную просто, поэтому сказал. Я люблю картошку жареную, поэтому я советую. Седьмой стих. Седьмой стих. Большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. И стрёмы не тренинг. Ничего себе не сделать. Это не возможно, что-то измечать. Она непобедима. Она бесконечна. Она никогда не перестает. Она никогда не перестает. В Коринфе нам написано о любви. Она никогда не перестает. Она никогда не перестает. Она никогда не перестает. Она никогда не перестает. Неважно, что бы ты не сделал. Что бы ты не пережил. Что бы ты не пережил. Как бы твои обстоятельства тебе не говорили. Как бы твои обстоятельства тебе не говорили. Кто бы тебе не говорил. Что Бог тебя не любит. Что Бог тебя не любит. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Бог может ненавидеть грех в твоей жизни. Бог может ненавидеть какие-то другие вещи в твоей жизни, плотские, но тебя, которые он сотворил по образу и потоке своего, он любит, он любит, любит и будет любит бесконечно, никогда не переставая, немец аффиралив, это такое никто никогда не сможет аффиралив. Аминь. И мы так в прошлый раз очень серьезно застряли на одном пункте, и мы так в прошлый раз очень серьезно застряли на одном пункте, в Луки 12, 15, там написано, Jesus предупреждает нас, он говорит, смотрите, смотрите, то есть он акцентирует наше внимание, он говорит, смотрите, то есть другими словами, он говорит, вы это не видите, поэтому он говорит, смотри, когда тебе кто-то говорит, смотри туда, это означает, что либо ты туда не смотришь, или ты смотришь, но не видишь, и он говорит, смотрите, чтобы вы не имели любостяжения, берегитесь, Луки 12, 15, Луки 12, 15, берегитесь, защищайте себя, смотрите, чтобы это не стало для вас ловушкой, смотрите, чтобы это для вас не стало каким-то, каким-то капканом, куда вы попали, все эти, любостяжение, то есть мне, мое, очень серьезное предупреждение, это строит наш характер, это формирует внутри нас образ мышления, когда я не способен пожертвовать, временем, силами, финансами, неважно чем, я даю пищу своей плоти, своему эгоизму, оно становится сильнее внутри меня, внутри меня всегда идет баланс, пропорция такая, духовный и плотской человек, и один набирает, а другой уменьшается, и это всегда пропорционально, Павел говорит, поступайте по духу, и вы не будете угождать плоти, потому что плоть, дела плоти, они приведут вас к смерти, он говорит, а если будете духом умерщвлять дела плоти, то будете иметь жизнь, и вот она эта борьба, этот камп внутри нас, и любостяжание, это именно основа, это платформа, это корень эгоизма, который начинает питать плоть, я не могу, я не хочу, у меня нет, когда касается, чтобы что-то сделать для кого-то, сделать для Господа, но когда речь идет обо мне, тогда все должно начать крутиться, это синдром плоти, это нужно распинать, это нужно распинать, это нужно, если ты понимаешь, вау, если это обличает, и ты видишь, что просили что-то делать, была какая-то нужда, но у тебя нет никогда на это ни времени, ни сил, ни финансов, это не ты жертва, это дьявол загнал тебя в состояние эгоизма, потому что состояние жертвы и нужды, оно исходит из любостяжания. Знаете как, человек перестает жертвовать, человек перестает сеять, а Бог говорит, что посеешь, то и пожнешь, ничего не посеешь, ничего не пожнешь, вырвешь auch nichts ernten, поэтому сегодня многие оказались в состоянии жертвы, у которых ничего нет, ни финансов, ни сил, ни сострадания, ни, ну в общем, и так далее. Потому что в свое время они попали в сеть эгоизма и любостяжения, и в такую сеть попал Иуда, есть auch Иуда и один из 12 учеников, и один из 12 учеников, знаете, что мне об этом говорит, ну, и что говорит даже дальше этого, что даже будучи в правильном окружении, ведь это было 12 учеников, это были 12 ученики, их учитель, их пастор, их господь, был сам Иисус, тот, кто им служил, кто их взращивал, кто их вел, и несмотря на это, в сердце Иуды зародилось любостяжение, эгоизм. Давайте откроем Иоанна 13 главу. Я понимаю, что мы сегодня не зайдем в это, куда я хотел, Я не хочу перетягивать. Я хочу не перетягивать. Наверное, здесь останемся. Я думаю, мы сейчас останемся. Ну, имею в виду. Мы перебиваем erst mal на этой стороне. Nein. Я бишься на nächsten Сонтаг. Да, да. Не пугай тебя. Wir halten hier mit dieser Bibelstelle heute an bis nächsten Сонтаг. Смотрите. Иисус умывает ноги ученикам. Иисус вешет фüße den юнган. Я сейчас еще смотрю. Одиннадцатый стих. Элфта фиас. Ибо знал, вот он умывает ноги ученикам. Все двенадцать здесь одному за другим. И посреди этого обряда, скажем так, он говорит, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Иисус имел внутри себя откровение, что есть кто-то посреди его учеников, который носит внутри себя этого Змея. И он говорит, и он говорит, когда же умыл и многие надел одежду свою, то возлегши опять сказал им, знаете ли я, что я сделал вам? Вы называете меня учительам и господам, и правильно говорите, ибо я точно то. И ненят меня ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. И дальше, перепрыгиваем в 21 стих, иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Здесь он выявляет, понимаете, что Иисус здесь начинает проявлять, вы знаете, versteете, Иисус начинает вот эту силу зла проявиться. Зачем он об этом говорит? Ведь он знает внутри себя, что это присутствует, но он начинает это проявлять, он начинает против этого идти, он возмущается духом, он понимает, что ему нужно сейчас избавиться от этого. Ему нужно это выяснить. Тогда ученики взялись друг на друга, не доумивая, о ком он говорит. Один же из учеников, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Петр Симон сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором он говорит. Тогда winkt nun Симон Петру, что он forschen и он припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Тогда ленит sich в руке и говорит к ним, кто это? Иисус отвечал, Тому, кому я обмакнув кусок хлеба, подам. Дэ из, дэм я и обмакнув кусок подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него Сатана. Интересно. Откуда он вошел? Где он был до этого? Догадываетесь? Сатана не вездесущий. Духи нечистые, они не вездесущие. Они не как Бог. Бог вездесущий. Он везде находится. Сатана был посреди них. Сатана был посреди них в присутствии Иисуса, в присутствии двенадцати учеников. И Иисус это переживает духом. И он хочет от этого избавиться. Он понимает, что это зло, которое посреди сейчас висит, которое хочет сделать. У него есть своя миссия. И Иисус понимает, что этого не избежать. Это поволится. Это все равно исполнится. И он начинает это проявлять. Он этот процесс начинает ускорять. И дает кусок Иудии. Говорит, делай, что ты хочешь. Делай, что ты задумал. То есть его мысли были уже в порабощении. делай скорее. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Вначале Сатана через мысли атаковал Иуду. Он не был внутри него. но платформа для Сатаны была приготовлена. И эта платформа она притягивала тебя. Он был посреди этого всего. мitten в дэйм ждал, когда бы захватить это сердце. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Он не понимал, что он сказал. Знаете, как часто мы здесь молимся, я начинаю тут орать, связывать, противостоять. Я вижу лица в сале. Что он там говорит? Иногда мы не понимаем. Иногда я нахожусь на каком-то собрании, на какой-то конференции. Я там тоже не все понимаю. Я не могу там видеть. Там находится другой Пастер, который сдвижется в Даре, которого Бог использует, для того, чтобы совершить какие-то вещи. И я понимаю, что если сейчас начинается духовная Брайка, то это не пастер, как это муха укусила. Это сейчас нужно начать воевать. Этому нужно противостоять сейчас. Если просит молиться на языках, я молюсь на языках. Если просит православие, я начинаю это провозглашать, потому что в Слове Сила. Мы с вами разбирали, как это все работает. Мы говорим Слово. И если это по воле Божьей, от престола Божьего исходит помазание, исходит сила, и все духовное воинство активируется и начинает поборать врага. Конечно, если половина из Собраняя стоят, не понимая, ничего не делая, но даже еще и своим неверием блокируя помазание, тогда мало что будет происходить, тогда мало что будет происходить. Наша вера, она притягивает Бога. Она притягивает помазание. Она открывает духовный мир. Она открывает небеса. Она открывает небеса. И вот здесь ученики тоже мало что поняли. И как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал, что-нибудь не ищем. У Иуды был ящик. Иуды был ящик. Это было Пожертвование. Это было Пожертвование. Ящик для Пожертвования, куда деньги кидали. И Иуда был финансистом, менеджером, бухгалтером. И вот его сердце, оно привязалось не к Богу, не к Иисусу, а к ящику, но к этому буту. Знаете, сколько людей сегодня к своему служению так привязались? Что к своему Богу они уже вообще никакого отношения не имеют? Сколько пасторов сегодня? Для них церковь стала идолом. Для них служение стало идолом. Они только все служение, служение, служение. А где отношения? А где Бог? Он мой Господь. Не церковь мой Господь. Не церковь мой Господь. Иисус мой Господь. Да, церковь важна. А она для меня на втором месте стоит. После Бога. Потому что я не отличаю Бога и церковь. Бог есть глава, Он Господь, а церковь это тело. Это один организм, нераздельный, нераздельный. Если голову от тела отделишь, то на этом жизнь закончится. Поэтому наша жизнь в нем, в соединении с ним. А Иуда привязался сердцем к ящику, к деньгам. Любостежание, эгоизм. И он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. В самое темное время. Анти, в церкви тоже бывают такие периоды, когда краски так сгущаются, и ты иногда не понимаешь, что происходит. Люди приходили, потом их не стало. Люди служили, перестали служить. Люди в нормальных отношениях с тобой были, потом раз их нету. Всякое бывает. Потом время, все круто, все классно. Все супер, все перфектно. Все служим, все здорово. Все здорово. Всякое бывает. Все passiert. Но вот как раз это день и ночь. И вот во время ночи приходит время, когда Иуда выходит. в этот момент, он вышел из команды. Он вышел из церкви. Он покинул Бога. Все. На этом его духовная жизнь закончилась. была ночь. Тяжелое время. Бывает тяжелое время. Темное время. в это время, очень важно, следить, какие мысли в твоей голове. Аминь. Какую платформу ты предоставляешь? Кому? И для Иуда это, конечно, печально все закончилось. Он продал Иисуса за 30 серебряных и 30 селебрестюки verkauft. Причем здесь описывается вечеря. Вечеря любви. Он дал ему кусок. Это была часть вечерей. Для Иуды это печально закончилось. Он закончил жизнь самоубийством. Дьявол вошел в него. Сделал свою гнилую. Как бы не сказать что-нибудь такое нехорошее. Ну, в общем, очень плохие вещи. Предал Иисуса. Предал его на распятие и уничтожил Иуду. Он пришел украсть, убить и погубить. Смерть победила. Почему? Потому что любовь к ящику оказалась больше, чем любовь. как любовь к Богу. О, это сейчас очень круто. Фу. И вот Иуда выходит. И Иуда выходит. Я верю, что сегодня всякое любостяжение, всякая вот эта вот любовь к себе, любовь к миру, всякий эгоизм, всякий эгоизм. Мы будем еще говорить о любви к себе, о правильной любви к себе. И я тебе не говорю, что ты себя возненавидеть должен. Бог говорит, ты должен себя возлюбить. Но мы поговорим о правильной любви в следующий раз. Иначе еще минимум часа два, два, половины понадобится. Я могу, но я не думаю, что это будет. Я могу, но я не думаю, что это будет. Сегодня нам надо убрать ложную платформу. Нам нужно попросить, чтобы Бог почистил наш разум, чтобы Иуда сегодня Богу не нужно убирать человека. Сегодня Богу достаточно убрать не чистый дух, который атакует человека. Или может быть даже вошел уже в человека. Бог может это удалить. Но нам нужно идти опять же этим путем. Покаяние, прощение грехов и обрезание плоти. Обрезание плоти начинается с того, что я готов это делать. И Бог видит сердце. А последующая это твои поступки, которые подтверждают состояние твоего сердца. об этом мы в следующий раз поклоним. Это все здесь. Одна страничка. Я просто не могу дальше продвинуться. Я понимаю, что это нужно раскапывать. Нам нужно, чтобы Иуда сегодня ушел из нашей среды. Это эгоизм. Это концентрация на себе, на своей жизни, на своей семье, на своем доме, на своем доме, на своей работе, на своей карьере, на свои дети, на всем, на всем, если это стало выше Бога, на здоровье, на финансах, на времени, все написано в нем вся полнота. Все, что не занято им, оно не дает места ему быть внутри нас. И там проблема. И там Сатана своими руками. Там болезни, там нужды, там проблемы с детьми, там проблемы с обстоятельствами, с финансами и так далее. Поэтому Иуда должен уйти. Я сейчас говорю о духе нечистом. Я сейчас говорю ни в коем случае не как-то косвенно обращаюсь к какому-то человеку. Не подумайте, ничего плохого. Я говорю сейчас, что дух нечистый, эгоизм, плоти, жадности, и все, что стало идолом, это должно уйти, чтобы Бог занял достойное первое место на престоле. И вот смотрите, Иуда вышел и следующие слова Иисуса. Как только Иисус уходит, Иуда уходит от Иисуса, Иисус начинает говорить. Когда Иуда вышел, Иисус сказал, Иисус сказал, «И вскоре прославит его». «Дети, не долго уже мне быть с вами, будете искать меня, и как я сказал, и Иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Иисус сказал, что я пытаюсь объяснить это своими словами. Я пытаюсь объяснить это своими словами. «Дети, который район был свободен». Шадность ушла, эгоизм ушел, эгоизм ушел, страх о себе ушел, за свою жизнь ушел, И вот теперь открывается место. Иисус начинает говорить о славе Божьей. Он начинает говорить о Боге, о том месте, куда он придет. А он придет на трон. Написано, что он посел адисную Отца. С этого момента начинается Откровение о небесной жизни. И отсюда он начинает говорить о не о земном, а о небесном. И он говорит им, как я и Иудеям говорил, он им говорил до этого, что вы не можете прийти туда, куда я иду. Вам закрыт туда путь. И ученикам он говорит тоже. И он говорит тоже, вы не можете туда прийти. Почему мы не можем прийти? Мы что с Иудеями в одной компании? Для нас тоже закрыто. Зачем ты тогда говоришь об этой славе? Зачем ты говоришь о том, куда ты идешь? Почему ты говоришь о том, куда ты идешь? Если я туда не могу попасть. Если я туда не могу попасть. Нет. Он им дает заповедь. 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 Это всегда слово, которое имеет внутри себя потенциал принести с собою благословение. Если я начинаю эту заповедь исполнять, вы со мной? Пожалуйста, не засыпайте. Кто спит, встаньте на ноги, попрыгайте, походите. Это очень важно сейчас. Еще раз повторяю. Для тех, кто спал, буду повторять, до тех пор, пока не услышите. Будем сидеть здесь, до тех пор, пока не услышите. Бисе, пока не услышите. Так что просыпайтесь. Also, вахт auf. Итак. Also, so. 34. 34 стих Начинается со слов. Заповедь даю вам. Повеление даю вам. Говорю вам, что вам теперь делать. Заповедь. Это делай то или другое. Или не делай то или другое. И заповедь в себе несет потенциал благословения. Божественного благословения. Так вот, исходя из контекста, он говорит, вы туда прийти не можете, куда я иду. Но я даю вам заповедь. Я даю вам слово. Как то, куда я иду, будет с вами посреди вас. Как тот огонь, который исходит из его престола, как эта река, реки живой воды, могут потечь из шрева вашего теперь. А, это очень мощно. Это очень мощно. Это надо проглотить, переварить. Это нужно шлукать, это нужно выдавать. В следующий раз мы чуть поглубже копнем. Сегодня это еще пока очень поверхностно. Это еще пока очень поверхностно. Я еще даже не погрузился туда, куда. Я уже не погрузился туда, куда. Но Иуда должен уйти. Аббедисус может halt геен. и как эта заповедь звучит, что нужно делать, что нужно делать, любите друг друга, как я вас любил, так и вы любите друг друга, я здесь даже сейчас трогать не буду, мне нужно еще два часа, чтобы объяснить, что он имеет в виду, и 35. стих говорит, потому то и узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. В прошлый раз говорили об Удостоверении, что это не Абрезание, и не Абрезание, это не карточка, я православный, я харизмат, я 50-ник, я 50-ник, таушен мы туда, посмотрим, как он возлюбил, что он сделал, что это ему стоило, сегодня мы просто повелим Иуде уйти, чтобы он убрался вон, чтобы он оставил эту церковь, оставил этих людей, чтобы этот дух потерял всякую власть, давайте мы сейчас поклонимся еще одной песне, бетен мы сейчас еще одной песне, нам нужно Божье присутствие, нам нужно его помазание, и если вы читали Библию, изучали эту тему, и все знаете, когда начинал Гуслист играть, петь, то нечистый Тух убирался он, а божественное присутствие наполняло то место, где находились люди, которые молились, которые поклонялись, которые воспевали ему песни, играли на музыкальных инструментах, поэтому мы сейчас поклонимся Богу, мы поклонимся ему своими сердцами и поклонимся ему своими финансами, финансы это поклонение, если они даются с правильным сердцем, они являются служением Богу и поклонением Бога. в числах шестнадцатой Главе, в четвертом Мозе, в четвертом Мозе, в четвертом Мозе, в пятнадцатом Стихе, в пятнадцатом Стихе, есть такая штука, там народ начал бунтовать против Моисея, семья Кореевых там поднялась, целый род людей, они поднялись и начали против Моисея, и они говорят, что ты там из себя строишь, ты такой же, как мы, что это только через тебя Бог говорит, через всех людей говорит, то есть они хотели нарушить теократический порядок, и Моисей говорит, давайте вы придете со своими сумочками, которые горят, как она эта Кадильница, и я приду со своей, и посмотрим, на кого Бог призрит, и Моисей уходит, и молится Бог, и в пятнадцатом Стихе можно открыть, если хотите, в четвертом Мозе 16, 15, Моисей говорит такую фразу, он говорит, Господи, не принимай их приношения, не принимай их приношения, вот это наказание, не принимай их приношения, некоторые бы обрадовались, о, ничего жертвовать не надо, ничего делать не надо, Иисус все сделал, а Моисей это как штраф выписывает этим, и говорит, Бог, не принимай их приношения, мы пережили здесь, буквально пару недель назад, во время этого переезда, мне Бог дал одно слово, две женщины пожертвовали деньги, одна пожертвовала довольно мало, но у нее было это последнее, а другая пожертвовала много, то, что Бог ее благословил, и Бог посреди дня дает мне слово и говорит, скажи этим двум сестрам, я не знал, что это сестры, ну, не о всех знал, одну знал, другую нет, и Бог мне говорит, скажи этим двум сестрам, что я презрил на их жертвы, я презрил на их жертвы, я увидел их сердце в этой жертве, и я это очень сильно благословил, если Бог увидел твою жертву, ты не останешься без благословения, и когда я высвободил это слово, на следующий день, на следующий день, на следующий день, одна из этих двух сестер, пришло благословение в сто крат, в сто крат, в сто крат, это свидетельство, это свидетельство, об этом радоваться надо, за это Богу надо славу воздавать, что он ответил, и это для нас пример, вы поймите, я не хочу из вас деньги только вытягивать, да, мне нужны деньги, этой церкви нужны деньги, без денег мы не сможем тут собираться, но не в этом суть, но не в этом суть, суть в том, чтобы твое сердце, что твое сердце, оно не было к ящику прилеплено, как уюты, и оно выражается здесь, когда мы приносим наши пожертвования, когда мы приносим наши десятины, мы показываем наше сердце Богу, знаете, как трудно отдать десяти, но от большой суммы, вы знаете, как трудно отдать десяти, но от большой суммы, нас однажды Бог благословил больше шестидесяти тысяч, мы ничего для этого не сделали, мы просто двигались к Божьим послушанием, то, что он нам говорил, мы делали, и через покупку и продажу квартиры до 65 тысяч было высвобождено, теперь посчитай, сколько десять процентов от этой суммы, и теперь посчитай, сколько десять процентов от этой суммы, Юда умирает в такой ситуации, сразу же, он повешается сразу, он даже не пойдет Иисуса продавать, он сразу повесится, так вот повешай своего Иуду сегодня, серьезно, принеси, если ты не приносил десятину, принеси, если ты не приносил пожертвования, я не говорю сейчас о том, что у меня есть 30 евро в кармане, и из них я опять жертву, и из них я опять жертву, это не жертву, это не жертву, я честно с вами говорю, я понимаю, что кому-то не нравится, но я здесь для того, чтобы Мистину говорить, если ты хочешь, чтобы твой Иуда убежал, тебе нужно принести жертву, и твое сердце отлепится от финансов, это лёгстся от финансов, и фюгтся к Богу, и Бог, он источник, и Бог это тот, кто умножает, и Бог это тот, кто так благословляет, что потом нет нужды, он говорит, я пастор добрый, и ты ни в чем не будешь нуждаться, ни в чем, если я буду твоим Господом, Господь это тот, кто говорит, что делать, а мы это те, кто исполняем Его заповеди, то ты ни в чем не будешь нуждаться, я знаю, как это работает в моей жизни, я знаю, как это работает в жизни братьев, сестер, которые пережили эту благодать, я приглашаю всех в это, будь верным, будь верным, не смотри на обстоятельства, этот дьявол через обстоятельства пытается нагнать опять страх, почему люди не приносят десятину, они боятся, что тех денег, которые у них останутся, это не хватит им на жизнь, это не хватит на еду, это не хватит на дорогу, это не хватит на их нужды, но если я не покушаю, я могу заболеть, я могу умереть, я могу умереть, опять мы возвращаемся, что во всем этом, страх смерти, имеет свое первое начало, поэтому и говорится, умереть для себя, жить для Бога, и жить для Бога, давайте мы сейчас будем поклоняться, мы вначале будем петь, воздадим Господу хвалу и славу, за его жертву, за его сына, за это тело, за это вино, за эту кровь, и затем мы пожертвуем, поставим жертвенник сюда, и примем хлебопреломление, помолимся и примем хлебопреломление, и затем помолимся, чтобы Иуда ушел, за всех, за нас, у нас в каждом есть частичка этого, это гордыня эгоизм, но этого должно становиться меньше, но этого должно становиться меньше.